МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Гомели. Это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. АПЛОДИСМЕНТЫ 2016-й в Беларуси начался с изменений законодательства в сфере ЖКХ. Это вызвало ряд вопросов, как минимум, по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Однако по-прежнему не менее актуальна тема капремонта благоустройства и экономии. Об этом и не только. Говорим сегодня в ближайшие 40 минут. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей студии. Заместитель генерального директора Государственного объединения ЖКХ Гомельской области Олег Спиридонов. Олег Виткович, добрый день и рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Директор Кожируб Советская города Гомеля Михаил Прус. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. И директор филиала «Энергосбыт» республиканского унитарного предприятия «Гомель Энерго» Владимир Силич. Владимир Петрович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать. Олег Викторович, насколько все же тарифы на ЖКУ были увеличены, другими словами, подорожали? Да, действительно, с 1 января 2016 года были повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В том числе предполагалось по ряду тарифов взимать оплату по фактическим затратам, как это было предусмотрено указом президента 535 от 31 декабря 2015 года. Но, тем не менее, в соответствии с указом президента 107, который уже был принят 23 марта этого года, на ряд услуг жилищно-коммунального хозяйства услуги тарифы были снижены. И установлены предельно допустимые тарифы, то есть цены на жилищно-коммунальные услуги. Ну, к примеру, если взять воду и канализацию, то кубометр стоил в январе месяце порядка 8 917 рублей, а уже в соответствии с указом президента 107, он был снижен до 4650 рублей. То есть практически два раза. То есть по ней позициям значительно. Да. И есть такой момент, что, к примеру, техническая обслуживание лифта предполагалось в соответствии с 535 указом взимать в районе 600 рублей за метр квадратный жилой площади, то 107 указ поставил все на свои места и определил предельно допустимый тариф 6911 рублей с одного проживающего квартиры. И также тем указом было определено, что тариф на техническое обслуживание запорно-переговорных устройств, то есть домофонов, установлен 9100 рублей с одной квартиры. Ну, а те виды услуг по техническому обслуживанию, по теплоснабжению и вывозу твердых коммунальных отходов, он, в принципе, остался на уровне 1 января. И действительно, значительная часть расходов по-прежнему приходится на энергопотребление, Владимир Петрович, не так ли? В зимний период, да, где-то процентов 60 по оплате за коммунальные платежи приходится именно на энергоносители. Ну, это понятно, мы живем не в банановой республике, у нас и морозы бывают сырые, и все остальное, поэтому отопление долю нормальную тянет, ну, электроэнергия и газоснабжение, остальные вещи. Новая волна повышения цены на ЖКУ, это еще, наверное, и возможность государства подтолкнуть граждан к экономии, не так ли, Михаил Юрьевич? Да, безусловно, и эту тему мы активно проводили уже в ходе встреч с населением, в ходе разъяснений новых тарифов, в ходе разъяснений нового законодательства, тем самым побуждая наших жителей, наших граждан на то, чтобы они принимали меры и в том числе по экономии. На сегодняшний день, посмотрите, можно установить в тех же подъездах модули по освещению, которые будут реагировать на движение человека, либо на звук, да, и тем самым экономить определенную часть своих доходов, поскольку у нас еще очень много подъездов, где, к сожалению, лампочки горят круглые сутки. Что говорить о подъездах, если в квартирах мы зачастую забываем выключать свет, когда уходим в другую комнату, да, Ликвидыч? Да, такое бывает. К сожалению, у меня в семье тоже такое присутствует, постоянно заставляя своих детей, членов семьи выключать свет. Занимаясь, значит, вот теми моментами и проводя те мероприятия, которые Михаил Юрьевич озвучил, тем самым люди экономят свои деньги. То есть потому что, учитывая, что те тарифы, которые установлены, предельно допустимые, это тарифы предельно допустимые. Это не говорит о том, что максимально их будут выставлять. Если люди будут экономить, то, соответственно, им будут выставлять тарифы ниже тех, которые предельно допустимые, тем самым они будут экономить. В том числе они могут и самостоятельно производить уборку подъездов, что тоже значительно экономит средства. Поэтому эта заинтересованность людей должна быть в первую очередь. Новая волна повышения на услуги ЖКУ все-таки подняла ряд вопросов со стороны граждан, в сторону сотрудников ЖЭУ и вообще структур ЖКХ. И все же стоит отметить и надо понимать о том, что государство по-прежнему датирует и покрывает значительную часть расходов на услуги ЖКХ. Не так ли? Да, действительно это так. Поскольку со вступлением в силу 535 указа 31 декабря 2015 года планировалось, что уровень возмещения населением затрат за жилищные и коммунальные услуги достигнет порядка 46%. Ну, конечно, в летний период это составляет порядка 60%, в зимний 30%, поскольку значительное влияние все-таки оказывает отопление. А с учетом вступления в силу указа 107, то есть 23 марта, то мы рассчитываем, что где-то уровень возмещения затрат населением составит в этом году порядка 33%. В деле оплат за тепло и электроэнергию и вовсе статистика повод к размышлению. Если за электричество мы покрываем в районе 60% расходов, то за тепло всего 12%. Остальное гасит государство. Не так ли, Владимир Петрович? Немножко не так. По 15-му году электроэнергия процент оплат населением от себестоимости составлял 75%. За отопление 17,3%. И по 2 месяца 2016 года возмещение населением по отоплению 16,2%. Только я хочу сказать, что это по сфере энергетики немножко не такой механизм. Здесь не государство прямой дотации из бюджета нам выделяет, здесь есть механизм перекрестного субсидирования. То есть та недоплата, которую делает население, перекладывается на тариф для промышленных предприятий и прочих организаций. То есть мы все равно, в конце концов, население платит за счет своих уменьшений зарплат, доли, за счет увеличения себестоимости продукции, конкурентоспособности продукции. Я позволю добавить несколько цифр в сфере того, что озвучил Владимир Петрович, что, к примеру, если у нас стоимость теплоснабжения стоит на сегодняшний день гикокалория 133 тысячи, то фактически, это население оплачивает граждане, физические лица, то фактически затраты на воспроизводство от 800 до 1,2 млн. То есть вот чтобы люди понимали уровень возмещения затрат на теплоснабжение. Хорошо, а как может поменяться тарифная политика в связи с введением в строй Белорусской АЭС? Можно ли рассчитывать на удешевление, ну и на изменение ситуации? Тарифная политика в связи с вводом в строй АЭС однозначно будет меняться и кардинально будет меняться, потому что оттенна станция такой агрегат, который нельзя регулировать. То есть он работает в базе и регулировка может только до 10% достигать. У нас сегодня в сфере энергетики большие проблемы уже сегодня есть по ночным провалам, так называемым, когда мы вынуждены останавливать на наших теплоэлектроцентральных блоки целые и включать иногда водогрейные котлы, чтобы поддерживать нормальный температурный режим теплоснабжения и горячего водоснабжения. При атомной станции нам нужен какой-то дополнительный регулятор именно по электронере. Поэтому сегодня в Министерстве энергетики и Минэкономики прорабатывается вопрос о кардинальном изменении тарифной политики для населения. Если у нас сегодня есть одноставочный тариф и дифференцированный тариф для населения, население может выбрать, то я так думаю, что с вводом и прорабатывается вариант, что одноставочный тариф будет убираться. Но для того, чтобы все-таки зрителям наша программа была более понятна, с появлением, введением в строй белорусской АЭС, тарифы на энергопотребление, они будут дешевле? Ну, для населения дешевле они вряд ли станут, потому что вы видите, какой сегодня покрытие себестоимости. Но для промпредприятия они должны стать дешевле однозначно. Так как же уменьшить расходы на коммунальные услуги? Советы и мнения гомельчан в нашей традиционной рубрике. Итак, внимание на экран. Если в воду, то краны закрываешь, чтобы не капало, чтобы не открывать и побежал что-то делать, вода льется себе. Свет, то же самое. Уходишь, выключишь свет за собой. Сидишь в зале, значит, на кухне выключишь свет. Такое, если отопление, то тоже дует, заклеишь, чтобы там было тепло, у тебя не выходило. Самое простое – это не лить воду, там, где это не нужно. Чистить зубы под тонкой струечкой. Долго очень не мыться под душем. Рационально использовать использованную воду, например. Там, где мы полоскание делаем, например. Вот ее ведь можно использовать для мытья полов. Иррационально стирать белье, собирать его так, такое количество, чтобы была правильно заполнена стиральная машина. Может, как англичане, в тазике и помылся, и побрился, и все на свете. Тогда будешь экономить. Я живу по счетчикам, поэтому другой экономии не вижу. Экономии не бывает. У меня дома кран, вот оно лапкой такой. Мне никогда вода не бегит зря. Что бы я ни делала, либо я там зубы чищу, либо я посуду мою. У меня всегда вода вот мелким таким вот. Ну, и вот вы знаете, что я по нулям плачу счетчики. Два счетчика в туалете, в ванне и на кухне я горячей воды почти по нулям плачу. У каждого свои способы, они вырабатываются у каждой хозяйки. Мне кажется, начинать надо с простого. Выключать за собой свет, выключать за собой воду. А дальше уже переходить к классам техники и изучать какие-то уже тонкие моменты. И следить за, не только за собой, то есть как ты относишься к свету, то есть сам выключать свет, не самому, а следить за родственниками. То есть родственники же бывают такие, которые придут, и не только родственники, соседи. Придут, повключают, все, ну, как-то хозяйственно к этому относиться, не знаю. Но не так, как мы набираем воду, как всегда, когда чистим зубы, когда бреемся, вода все время течет. Ну, это наши, мы такие белорусы. Вот, ну, попроще к этому относиться, как германцы. Версий у нас очень много. У нас в школе есть целый час, где мы детей учим, как экономить. Выключать постоянно свет в тех местах, в которых ты не находишься. Дальше, когда чистишь номер зубы, воду выключать. И по мере того, как ты хочешь там почистить зубы, тогда ты только можешь включать. Ну, наверное, отказаться от электрического чайника, потому что электрический чайник тянет очень много электроэнергии. Ну, микроволновка, просмотр телевизоров не в двух комнатах, а в одной комнате. Поставить энергосберегающие лампочки. Просто себе дать установку такую, что я в этом, например, вот в том месяце я заплатил 80, предположим, а чтобы эти не 80, а 50. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Так как же сделать, чтобы не 80, а 50? Я так понимаю, большинство граждан осознают и знают о экономии не понаслышке. Да, действительно так. Видимо, что люди все-таки уже начали экономить. И учитывая то, что у нас практически весь жилфонд оборудован индивидуальными счетчиками, то есть на воду, на электроэнергию, то, конечно, люди уже начинают экономить. Но, наверное, еще не в том объеме, который бы выйти, как на уровень, например, звучала Германия или еще. Наверное, все-таки рост тарифа подталкивает людей к экономии, в том числе не только воды. Еще есть такая проблема по теплоснабжению жилых домов. То есть понятно, что на дом идет общее потребление, потом это все рассчитывается, исходя из площадей. Но у кого-то стоят энергосберегающие стеклопакеты, у кого-то, извините меня, палец можно просунуть в щели. Поэтому здесь идут большие потери. Поэтому это тоже один из вариантов экономии утепления дверных, значит, оконных заполнений и так далее. Или замена на теплосберегающие окна. В любом случае, граждане достаточно сознательные. Мы тут говорим о том, как привлечь к экономии людей, а они-то сами все прекрасно рассказывают. Пока это все-таки на уровне теории остается? Ну, я вам скажу, что, к сожалению, мы все очень разные. У себя в Советском районе после выхода в свет 535 указа мы провели 14 встреч на самых крупных предприятиях нашего крупного промышленного района. И вот мы слышали примерно то же, что сейчас видели в этих роликах, с одной стороны. Но, с другой стороны, к сожалению, есть еще ряд лиц, которые просто говорят, а разве это мне нужно, а зачем? Поэтому я думаю, что вот эти указы, они в том числе и призваны подтолкнуть население к осмыслению того, что происходит. Ведь фактически все страны Запада уже давно экономят и серьезно экономят. Нам еще психологически, со своим характером, нужно подойти к этой проблеме. Владимир Петрович, а какие советы в тему экономии дают ваши коллеги, сотрудники предприятия «Энергосбыт»? Ну, как сказать, тут интересные комментарии были зрители. Конечно, я не хочу, как англичане, в одном тазике всей семьей мыться. Это и не нужно, на здоровье экономить не надо. Но тут рассказывали о организационном мероприятии, так называемом. Как чисто семейный уклад поставить так, чтобы... Сегодня техника шагнула далеко вперед. Есть неразбережающие осветительные приборы, которые в 10 раз меньше электроэнергии берут. Бытовые приборы, которые мы используем в своей поседневной жизни, современной. Класс неразбережения А+, 2+, А, 3+. То есть, когда раньше я, допустим, покупал себе какую-то технику, обновлял, то я не смотрел. Я смотрел на функции, на все. Сегодня я смотрю еще, как она будет потреблять. И ко мне вот иногда бывают, жалобы поступают часто о том, что у меня стоит один холодильник там. Он совсем новый, ему только 20 лет, а он у меня много берет. Ну, не может 20-летний холодильник сравниться с современным холодильником по классной неразбережения. Поэтому каждому надо для себя посчитать. Может, что-нибудь и выбрать. Может, и холодильник надо поменять. Что это будет стоить через год, через два, вот этот 20-летний холодильник. Может, его подновить. То есть, напряжься, один раз выложится. Зато потом ты будешь, ну, как в шоколаде жить, как говорится. Как в Германии. Тут очень много примеров про это государство. Наверняка у граждан еще какое-то время будут вопросы, связанные с нововведениями. Где и как можно получить ответы на них? Ну, что касается этого вопроса, в городе Гомеле действует многоканальный телефон. Гомельского городского ЖКХ 1 номер 115, куда граждане могут обратиться и получить ответы на все интересующие вопросы по начислению жилищно-коммунальных услуг. А граждане из других районов могут обратиться и получат разъяснение непосредственно в организации, которая занимается начислением платы за жилищно-коммунальные услуги. Часть услуг была выведена из блока техническое обслуживание. Как рассчитываются новые тарифы? Да, действительно, в соответствии с указом 535-м, 31 декабря ушедшего года, ряд услуг был выведен из технического обслуживания. Это было сделано с целью для того, чтобы сделать услуги по техническому обслуживанию более прозрачными и понятными для населения. К примеру, в отдельную жилищно-коммунальную услугу было выделено санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, то есть уборка подъездов, а также освещение электроэнергии на освещение мест общего пользования. И, к примеру, если эта услуга рассчитывалась по фактическим затратам, то указом 107 определены предельные тарифы на данные виды услуг. Это, к примеру, на санитарное содержание вспомогательных помещений это 5300 на одного проживающего, а электроэнергия, которая идет на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования за исключением лифтов, это 3900 рублей на одного проживающего. Кроме того, хочу обратить внимание, что из технического обслуживания было исключено уборка предмой территории, теперь этот вид работы финансируется за счет средств местных бюджетов, ну а та территория, которая была закреплена за товарищами с собственниками, кооперативами, либо организациями застройщиков, она финансируется за счет, соответственно, вот этих вот организаций. Вы уже говорили, что среди этих услуг и уборка подъездов, как понимаю, у граждан сейчас два варианта – убирать самим или же воспользоваться услугами ЖЭУ, не так ли? Да, на сегодняшний день не только услугами ЖЭУ они могут воспользоваться, но у них действительно появился выбор – или самим убирать подъезды, или за счет своих денег привлекать какую-то организацию. Специализированную организацию? Да, безусловно. То есть не обязательно… Да, но для этого есть ряд условий, то есть в первую очередь это должно быть единогласно принято решением всеми жильцами, то есть составлен протокол собрания либо опроса граждан, и уполномоченное лицо по управлению общим имуществом, либо товарища собственников, должно контролировать уборку, соответственно, подъезда, согласно графику утвержденного. А если это производиться не будет, то уполномоченное лицо по управлению общим имуществом, либо товарища собственника, обязаны заключить договор с организацией, непосредственно которая выполняет данный вид услуг. Михаил Юрьевич, все же как быть, если в подъезде одни за, одни против, одним и вовсе безразлично, кто и как будет осуществлять ту самую уборку подъезда? Чаще всего так и происходит, подъезд не бывает однороден в своем мнении, но я скажу то, что мы сегодня ввели у каждого нашего рабочего по комплексной уборке, имеется журнал, в подъездах имеются графики, значит в журнале могут поставить подпись жильцы или уполномоченное лицо от подъезда, может не поставить и заставить этого моего рабочего доубирать, качественнее убрать. На сегодняшний день не надо бояться конкуренции, ведь по сути дела рабочий по комплексной уборке, он должен прийти к жильцам в подъезд и сказать, пожалуйста, оставьте меня работать, то бишь я оставьте, чтобы я убирал ваш подъезд, вы будете платить, это и будет составлять мою зарплату. И если жильцы будут отказываться, мы будем видеть, что этот работник не соответствует своим должностным обязанностям, что от него, к сожалению, нужно освобождаться. То есть благодаря этому появилась как возможность конкуренции, здоровой такой, так и повышение качества, безусловно, этих услуг, которые оказывают на сегодняшний день наши ЖЭУ непосредственно жильцам. Если подъезд будет не убран, значит налагаются, соответственно, административные штрафы, а это очень существенно в сегодняшнее время. Пользуясь случаем, озвучу несколько самых распространенных и сведу простых вопросов, которые за последний месяц поступали к нам на горячую линию программы. Итак, Светлана из Мозыря спрашивает, правильно ли я понимаю, теперь, чтобы поменять лампочку в подъезде, я должна сначала ее купить, потом и самостоятельно установить? Или по-прежнему это работа сотрудников ЖЭУ? Михаил Ильич. Мы занимаемся заменой лампочек в подъездах до настоящего времени, поэтому здесь, если она вдруг проявит инициативу и купит эту лампочку, это совсем неплохо, потому что мы сегодня очень активно стараемся привлекать к каким-то совместным проблемам, к их решению граждан, в том числе и касающихся электроэнергии, лампочек. Итак, еще один вопрос от Игоря из Гомеля. Во дворе дома аварийное дерево. В ЖЭУ сказали, что с недавних пор средствами на срезку деревьев распоряжаются в администрациях районов. Неужели там виднее, где и что нужно подрезать? Ну, это, наверное, не совсем так, потому что человек, если видит, что аварийное дерево, необходимо обратиться, безусловно, в ЖЭУ. С заявлением будут специально рассмотрены вопросы его, значит, срезки. Просто ЖЭУ сигнализирует администрацию районов, а там уже направляют. Да, но этим вопросом должно заниматься непосредственно нашей жилищно-экспортационной службы. В любом случае, информация для наших зрителей, по любому непонятному, либо понятному вопросу, связанному с домовладением, мы отправляемся в ЖЭУ по-прежнему. Да, конечно. Вопрос от Гомельчанки Анны Павловны. Кто контролирует безопасность на детских площадках? И почему в одном дворе устанавливают новомодное игровое оборудование, а в другом нет? Ну, я хочу... Распространенный, наверное, вопрос, да? Да, вопрос довольно такой часто задаваемый, но хочу сказать, что, во-первых, безопасность контролируют те организации, в виде которых находится эта территория, закрепленная за домом. То есть, если это организация ЖЭУ, то контролирует безусловно ЖЭУ, если это товарищесобственник, товарищесобственник и так далее. Два раза в год происходит обследование, в том числе и детских площадок, весенний и осенний осмотр, где выносится решение эксплуатации дальнейшей этой детской площадки, либо демонтажи, либо ремонт. То есть, если есть какие-то обращения о том, что есть какие-то угрозы, все-таки это безопасность детей, в первую очередь, то внеплановый осмотр производится, при необходимости придется либо демонтаж, опять же, либо ремонт этой детской площадки. Что касается по установке новомодных площадок детских, то я скажу, что на сегодняшний день... Желание хорошее. Да, желание хорошее. Безусловно, при многоэтажной застройке на сегодняшний день это предусмотрено проектом, то есть это оплачивают люди, это устанавливается для жильцов, которые будут проживать в построенных домах. Также ряд граждан сами иногда покупают эти площадки, в основном... Но если речь идет, допустим, о старой застройке, это не новый жилой фонд. Как там? Оборудование было установлено 10, 15, 20... Оно подлежит ремонту, ну а что касается благоустройства самой площадки, то есть установка игрового комплекса, каких-то, может, парковочных карманов, то здесь мы, в первую очередь, все-таки этот вопрос пытаемся решить с гражданами. То есть проводим собрания, предлагаем принять долевое участие в этом и, соответственно, уже профинансировать эти виды работ, поскольку на сегодняшний день бюджетное финансирование на эти виды работ крайне ограничено. У нас в советском районе есть такие положительные примеры. Допустим, у нас товарищество, собственно, к примеру, Цветущая берега, они за 24 миллиона стоимостью приобрели как раз детское игровое оборудование для своих детей. То есть они не стали над этим долго думать. Не стали дожидаться. Не стали требовать, просить, решили проблему самостоятельно. И сегодня достаточно такой радостный звон стоит от детских голосов в их во дворе. Поэтому здесь все чаще и чаще мы обращаемся к гражданам, что давайте это делать совместно. К примеру, опять же, мы установили три таких площадки с детским игровым оборудованием, привлекая внебюджетные средства, средства предприятий или, как принято говорить, спонсорские средства. Такие три площадки у нас имеются и в сквере по 60 лет СССР, на улице Междугородняя и вот напротив, по проспекту Речески, напротив магазина ГИПа. Это можно наблюдать. Там действительно площадки очень высокого качества. И это детское оборудование еще мы уходим от принципа одного двора. Мы его ставим где-то в районе одного квартала, то есть ряда дворовых территорий, чтобы... Эта площадка была центром, да? Да, чтобы со всех дворовых территорий сюда сходились мамы с детьми, могли оставить здесь ребенка, о чем-то своем поговорить. Вот. И никто не говорил, уйди с моего двора, иди в свой. Это как раз выносит за пределы какого-то отдельного двора, используя вот такой квартальный принцип. Хорошо. И еще один вопрос от зрителей Беларусь3. Должен ли я платить за лифт, если проживаю на втором этаже девятиэтажного дома и практически лифтом не пользуюсь? Еще один, наверное, распространенный вопрос. Нормативные документы освобождения на платы за лифт граждане, которые проживают только на первых этажах. Второй остановочной площадке выше граждане обязаны платить как за техническое обслуживание лифта, так и возмещать ту электроэнергию, которая используется на его работу. Даже если гражданин целенаправленно принципиально не пользуется лифтом? Да, даже если так. Законом это предусмотрено. Меня интересует, говорю, мой здоровый, я живу на пятом этаже и хожу пешком, так что они должны платить. Есть правила игры, которые установлены, значит платить надо, что куда деться бы. Хорошо, ну а мы двигаемся дальше. Раз уж заговорили о дворовых территориях, дорожки, лавочки, цветники. Кто сегодня отвечает за эту сферу благоустройства? Ну, понятно, что в режиме экономии мы прежде всего занимаемся санитарным состоянием дворовых территорий. Ну, понятно, это покос травы, это побелка деревьев, это уборка прошлогодней растительности на тех же газонах, это уборка от мусора нынешнего асфальтно-бетонного покрытия. Да, ввиду отсутствия источника финансирования на остальные виды работ, мы опять же, дабы их окончательно не запустить, привлекаем, стараемся привлекать граждан к этому процессу. Хорошо, а их девенчество сегодня вот в этой сфере по-прежнему действует? Люди все еще говорят, где клумбы, расскажите? Или все-таки сегодня есть их положительных примеров достаточно, когда граждане просто устраивают территорию рядом со своей квартирой? В 2015 году мы провели в районе 46 собраний, соответственно, на 46 многоэтажных домах, где попытались привлечь наше население к решению как раз проблем по дворовых территориях. Значит, и к нашему большому сожалению, только в трех случаях мы получили положительный результат. Один из таких я могу привести, это у нас же СПК 44 по проспекту Октября 20, где по принципу 50 на 50, когда 50% на себя затрат берут сами жильцы, а 50% изыскивает администрация. Опять же, совместно с Советским, да, оказываем помощь по привлечению в том числе вне бюджетных средств, и там была заасфальтирована дворовая территория, там были заасфальтированы подъездные пути, тротуарные дорожки. Во многом жильцы откликаются также в тех случаях, когда нужно вот эти самые полисадники огородить, допустим, декоративным заборчиком. В этих случаях они чаще и быстрее откликаются. Отдельная тема для разговора капремонт жилого фонда. Вопросов в этом направлении достаточно много, в том числе и в рамках горячих линий. Как действует эта система? Я так понимаю, другими словами, мы все вместе создаем общий фонд, который направлен на реконструкцию наиболее изношенных жилых построек. Не так ли? Да, сам капитальный ремонт – это все-таки восстановление физико-технических и потребительских качеств жилого дома, которые были утрачены в процессе его эксплуатации. И очередность, кто определяет эти дома, которые необходимо ставить, это находится в ведении гороисполкомов. То есть они непосредственно в ходе осенних-весенних осмотров осматривают дома, их конструкционные элементы, принимают решение о включении этих домов либо в долгосрочный пятилетний план перспективный, или в годовой краткосрочный план. Но финансируем эти все работы все вместе, мы граждане каждого из городов? Значит, что касается финансирования, то здесь есть два источника финансирования. В принципе, основных – это основной источник, который большую часть занимает финансирование капитального ремонта – это бюджетные все-таки средства. И второй источник финансирования, тот, о котором вы говорите, это те средства, которые мы с вами отчисляем на капитальный ремонт. Эти средства аккумулируются на специальных счетах гороисполкомов и используются только на капитальный ремонт жилых домов, Те, которые стоят в перечне. И хочу отметить, что это целевые деньги, а они на другие мероприятия использоваться не могут. Поэтому наши деньги, которые мы всегда спрашивали, где наши деньги, вот наши деньги идут на капитальный ремонт тех домов, которые стоят в очереди на проведение работы. Наиболее изнушенных домов. Безусловно. Потому что, если взять статистику, то погоду постройки до суждения надо ставить на капитальный ремонт порядка 4 тысяч домов в области. И поэтому все-таки мы ставим дома не по году постройки, а исходя из технического состояния конструктивных элементов. Кстати говоря, на белорусском портале коммунальной грамотности нашел достаточно емкую инфографику в тему разговора. Давайте посмотрим и прокомментируем. Стоимость капремонта пятиэтажного дома, где 70 квартир, более 3 миллиардов белорусских рублей. Ежемесячное отчисление граждан составляют в районе 2,5 миллионов рублей. В год это чуть больше 28 миллионов рублей. Для того, чтобы собрать необходимую для капремонта одного дома сумму, надо прожить 116 лет. Совершенно верно. Ну это то, о чем я говорил. Именно поэтому и создан этот фонд. Мы все вместе, и вы, и мы делаем эти отчисления, которые накапливаются. Сегодня ремонтируется ваш дом, если он подошел по сроку и необходимости. Завтра переходим к вашему. Следующий, да. И когда наступит необходимость ремонта моего, я буду точно знать, что из этого фонда деньги, независимо, не нужно ждать эти 116 лет, да, все равно дом будет отремонтировать. Отремонтирован, потому что как раз это и есть целевое отчисление. Хорошо, а на какие виды работ можно рассчитывать при капремонте дома за счет бюджета? При капитальном ремонте, значит, эти работы строго регламентированы на сегодняшний день. Это капитальный ремонт кровель, это замена инженерных сетей внутридомовых, то есть это система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Это, значит, ремонт и устройства балконов либо лоджий, а также локальное утепление каких-то отдельных фасадов зданий, то есть элементов. Дополнительная замена стеклопакетов и так далее, это все-таки надо понимать за счет граждан. Что касается квартир, то есть это уже установка стеклопакетов, ремонт полов, замена оборудования, газовых, электрических счетчиков, это все должно финансироваться за счет средств граждан. Новое и, уверенно, достаточно перспективное направление установка камеры видеонаблюдения. Есть ли статистика в тему разговора? В Гомеле первые такие появились на так называемом 59-м экране на улице Пениськово и других, где граждане за свой счет поустанавливали, прежде всего беспокоясь о безопасности собственного имущества. Ведь сегодня не секрет, что первые этажи домов наиболее уязвимы с точки зрения хищения, поскольку стеклопакеты легко открываются всеми подручными способами, если правильно знать, как их открывать. И, к сожалению, преступный мир иногда этим пользуется. Поэтому здесь мы проводники как своих интересов, интересов жилищно-коммунальных, но и в то же время, как граждане, мы помогаем в том числе и бороться с преступностью в нашем правоохранительном органе. Но здесь, опять же, должно быть желание единогласное всех жителей подъезда, не только жильцов первого этажа. Ведь это еще и финансовый вопрос. Как правило, бывают такие моменты, когда кто-то один, скажем, инициатор, либо состоятельный, он сам может установить эти камеры в виде наблюдения, как за дворами, так и в подъездах. Некоторые устанавливают видеокамеру, непосредственно направленную на стояночное место с выводом на свой компьютер, и тем самым обеспечивают безопасность в автомобиле. Но, еще раз говорю, есть энтузиасты, которые проводят эту политику, и даже если не все жители подъезда готовы оплатить, они берут стоимость остаточную на себя, но в целом все равно безопасность обеспечивается. Другими словами, новое и достаточно перспективное направление. Я думаю, через несколько лет в этой студии мы расскажем о большем количестве успешных примеров по Гомеле и Гомельской области. Двигаемся дальше. Еще одна больная для ЖКХ тема – борьба с неплательщиками. Есть ли такая статистика, каков общий долг по области за коммунальные услуги? Ну, если взять на 1 января 2016 года задолженность по области, то она составляет порядка 6,7 миллиардов рублей. То есть, а если уже взять задолженность на 1 февраля этого года, то она еще выросла на 1,3 миллиарда. То есть, динамика роста существует. И мы с неплательщиками, в общем-то, ведем такую постоянную работу. Постоянно работают у нас юридические службы по взысканию задолженности. Мы это рассказываем людям, что на сегодняшний день существуют механизмы погашения, в том числе и пени, если погашен основной долг и так далее. Владимир Петрович, какую долю из этого пирога должны жители области энергетикам? Так это немножко не из этого пирога. У нас пироги немножко разные. Разные, да. У них свой пирожок, пирог у меня свой пирожок. У нас получается как, на 1 февраля где-то за электроэнергию 1,2 миллиарда население должно, это порядка полторы тысячи задолженников. За тепло 1,8 миллиарда, и того где-то порядка 3 миллиардов должно население за тепло. Ну, по теплу в основном такая тенденция идет, что за зиму долги набираются, все-таки платежи идут достаточно серьезные. Но где-то по концу этапа сезона задолженность начинает резко уменьшаться. И мы периодически выходим на 1 сентября, допустим, у нас контрольная дата, смотреть, как наши службы работают с задолженностью. По теплу это порядка 700 миллионов составляет. Ну, я же не скажу, что постоянно одни и те же. То есть одни гасят, другие набираются, а цифра такая текущая. По электроэнергии около 300 миллионов, поэтому примерно вот такой вот объем наш. А должники это по большей части малообеспеченные граждане или не всегда? Да не всегда, но разные есть должники. Ну, как показывает анализ вот в части должников пожилищно-коммунальной услуги, то и основная сумма долга вообще-то это до 3 месяцев где-то у нас идет. Ну, а вот уже, назовем их так, злостные неплательщики, это все-таки, наверное, не совсем малообеспеченные люди. Это, наверное, больше такое, скажем, неблагополучные семьи все-таки, я бы так сказал. Ну, есть народ, который, допустим, не может разбираться. Там есть несколько, допустим, жильцов живут, то есть не одна семья, то они не могут разобраться, кто из них должен платить между собой. И такие есть. Есть просто народ забывает. Но вы напоминаете. Ну, обязательно, но как же без этого? Михаил Юрьевич, все же надо понимать, что с какого-то времени хозяин квартиры рискует расстаться со своими квадратными метрами, в том числе и по этой причине? Да, совершенно верно. Здесь большую работу проводим, прежде всего, силами своих юридических отделов. И вот у нас уже имеются случаи выселения из квартир. И 8 человек за прошлый год, это тоже долги мы выселили из общежитий. Как уже было сказано, конечно, это обычно долг до трех месяцев, который гасится в итоге. Иногда приходится разыскивать тех, кто полгода где-то уехал в Российскую Федерацию. Просто забыл про то, что нужно платить. Вот. Но это, как правило, небольшая доля, потому что в основном люди объясняют просто. Купили мы какой-то предмет, телевизор, шубу, не хватает, в следующем месяце погасим. И так оно, все время этот контингент меняется. Это, как правило, не одни и те же люди. Ну, а что касается в пределах области, если брать работу, то за прошлый год за неоплату жилищно-коммунальных услуг, по области в целом было выселено порядка 50 семей, то есть из них 37 это из общежитий. И скажу, что по истечении 6 месяцев, если уважительных причин нету на то, что люди не платили, то через суды люди выселяются в том числе в другие районы, в другой жилой дом с другими потребительскими качествами. С удобствами на улице, грубо говоря, еще какие-то. Поэтому все-таки предостерег бы граждан, чтобы все-таки необходимо платить в срок. Также хочу сказать, что появился механизм воздействия на собственников жилых помещений. То есть статья 155 жилищного кодекса уже дает право выселить не только нанимателя государства жилищного входа, но и собственника. И у нас есть и такая практика, и уже и случаи. То есть если в течение года на жильца, собственника жилья, например, три и более раза составлять протокол о нарушениях правил проживания, нарушения содержания жилых помещений, то он через суд тоже может лишиться своего жилья. И у нас в 2015 году один собственник расстался именно по этой статье со своим жильем. Итак, уважаемые гости, сегодня в этот достаточно короткий отрезок времени нам с вами удалось поднять достаточно большое количество важных и актуальных сегодня вопросов. Это и новшество в сфере ЖКХ, и благоустройство, и вопросы экономии и бережливости. Время подводить итоги программы. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту под сегодняшним разговором. Владимир Петрович, вам слово. Экономить энергоносителей нужно. И это очень важно. Хотя бы для себя. Для себя, но на своем здоровье экономить не надо. Это однозначно. Поэтому надо сочетать. Для того, у нас и есть электроприборы, чтобы мы ими пользовались. Поэтому надо сочетать разумную экономию и максимально комфортное проживание. Михаил Ильич. Ну, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, в силу своей специфики, они касаются каждого гражданина. Поэтому я бы призвал, продолжая ту политику, которую мы проводим у себя в Советском районе, решать их совместно, всем вместе. И тогда будет положительный результат. Олег Викторович, я бы хотел призвать граждан, по всем вопросам, которые их волнуют, все-таки в первую очередь обращаться непосредственно в ту организацию, которая их обслуживает, непосредственно в ЖЭУ. И еще хочу сказать, что те граждане, которые еще по каким-то причинам не стали собственниками жилья, воспользуются правом и до 1 июля 2016 года подать заявление и стать собственниками своего жилья. Ну, а также поблагодарить вас за то, что вы нас пригласили на эту передачу. И мы смогли людям рассказать о тех проблемах, которые возникают в жилищно-коммунальном хозяйстве и о тех нововведениях по начислению жилищно-коммунальных услуг. Спасибо вам за этот интересный и полезный разговор. На этом ставим точку. Это были наши выводы. Сделайте свои. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»!